друзья всем привет в настоящем моменте меня зовут виталий сегодня я в ирпене сегодня 12 мая 2023 года жаркий прям солнечный день хотя люди по привычке все еще ходят в куртках и видно что им жарко от этого сами тоже вырядился в куртку правда делаю прямо на футболку вот так я оделся для того чтобы можно было снять если что эту курточку сейчас вообще просто не знаешь как одеваться в такую погоду потому что в пору уже как бы и шорты одевать и футболки но с другой стороны дунет немножко ветерок зайдешь в тень и уже становится холодно поэтому многие предпочитают пока еще ходить одевшись потеплее сегодня рабочий день пятница люди передвигаются по своим делам вот здесь у нас конечная остановка маршруток номер 7 и 400 маршрутки семерки ходят по ирпеню и кстати очень плохо ходят один раз в час а 400 ходит в киев и он отправляется тоже очень редко через стоинку редкий маршрут такой видите ведутся какие-то ремонтные работы здесь строительство вот это кстати реконструируемое здание я не знаю но было пострадавшим или его просто построили сегодня с вами прогуляемся в разных районах ирпеня сейчас я дойду до центральной площади я просто только что прочел новость о том что сегодня будет прямая трансляция телеканала рада из ирпеня центральной площади ирпеня и они там как бы готовятся разворачивают свое оборудование поэтому мне интересно посмотреть на это ну я думаю вам тоже интересно будет пройду через парк славы потом во второй части этого видео я планирую проехать в район центрального парка есть такой небольшой парадокс в ирпене что центральный парк он не находится в центре ирпеня в центре сейчас как раз я нахожусь центральный парк находится на одной из околиц но почему он так назван потому что по плану развития ирпеня он в будущем окажется географически в центре все друзья ой сейчас отвлекусь смотрите высохла нашего озерцо видимо она искусственно наполняемое было и она не высохла его просто слили он там голубь сидит возле отверстия такого народа сливное отверстие как раз бедные голуби им теперь и воды попить негде он роятся возле небольшой лужицы так ну что ж вернемся к телеканалу рада вот здесь сегодня будет какая-то пресс-конференция прямой эфир выйдет мэр будет что-то рассказывать они прямо на фонтане стали это вот место у нас тут подземный фонтан так назовем его то есть который бьет прямо с поверхности земли вот машина тут разворачивается всякая техника специалисты работают расставляют мониторы там стойки для спикеров прикольно телетекст будут читать наверное с экранов до телетекст такими крупными буквами ну все друзья дальше я перемещаюсь к центральному парку там нас очень просили показать чехов парк есть такой жилой комплекс ну и вообще обстановку в том районе ирпеня здесь как видите все хорошо все спокойно кто интересуется этой трансляции можете сегодня смотреть с 12 до 18 но дело в том что мое видео выйдет позже вы ее уже посмотрите скорее всего я вернулся к машине и обнаружил здесь огромную пробку у нас посмотрите это хвост пробки а начинается она возле переезда смотрите все машины 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 то есть хвост пробки на самом деле возле круга за новусом а все потому что дорогу под железнодорожным мостом перекрыли сегодня почему я сейчас возле нашей поликлиники ирпенской вожу ладу по врачам ездит проверяется со здоровьем не все хорошо ну как бы ничего страшного но по сути дела есть и проблемы которые нужно выяснить в чем они заключаются я мы еще сами не знаем обследование идет ну там что-то с желудком короче плохое переваривание пищи там возможно не страшные вещи но нужно пройти целую кучу врачей и анализов поэтому мы вот катаемся друзья это центральный парк ирпеня как я вам и говорил приехал на него посмотреть ну и на жилые комплексы которые находятся рядом мы сюда приехали вместе с ладой вот она расскажи лада что тебе сказали в больнице там вообще это слишком коротко конечно но вообще тебе кофе пить можно но а чай можно и вообще мне сказали все твои проблемы в том что ты мало ешь с этим я соглашусь ну ладно хорошо тогда нам придется тебя сегодня покормить так друзья а вот и чехов парк тот жилой комплекс который нас просили показать сегодня видимо люди живут за границей сейчас купили здесь жилье и волнуются как там их жилой комплекс как он поживает давно не видели поэтому мы вам друзья его немножко покажем насколько я понимаю в этом жилом комплексе особых повреждений не было стекла конечно были побиты их уже заменили в одной стороне там сбоку вон в том доме в том доме да а танк здесь въехал да а там был прилет вот там сверху который уже по-видимому заделали так плюс-минус благополучно с этим жилым комплексом сейчас ну мы немножко сладой посмотрели информацию по поводу того что сейчас происходит на в сфере строительства и продолжение строительства начатых домов и мы поняли что большинство жилых комплексов крупных застройщиков продолжают строительство сейчас уже начали особенно те дома которые были но уже на продвинутой стадии которые уже требовали завершения вот-вот до сдачи потому что сами застройщики заинтересованы в том чтобы закончить и продавать жилье потому что денег вложено много нужно заканчивать а вот те дома которые еще на очень ранней стадии строительства те еще под вопросом потому что в них нужно много вкладывать денег вот мы с ладой встречали одного застройщика который строит маленькие дома он рассказывал нам о проблемах строительстве сейчас они заключаются в том что строительство дома которые были построены до войны они могут сейчас даже стоить дешевле чем те которые будут строиться сейчас потому что в связи с тем что подорожали стройматериалы рабочая сила вообще все по уезжали почти никого не осталось большая проблема с бригадами строительными ну вы понимаете мужчины сейчас на расхват очень многие мужчины воюют многие мужчины выехали за рубеж некоторые просто сидят дома и не работают по понятным причинам поэтому на строительство привлечь мужчин очень сложно они бы и хотели да не могут говорится и поэтому большой спрос и кстати цены на из-за этого цены на работе да тоже взлетели ну и и стройматериалы поэтому новое строительство будет дороже чем то которые уже построены и мы вот даже посмотрели сладо информацию по поводу цен на жилой комплекс чехов парк что здесь продается сейчас что просят за квадратный метр и за какие квартиры так лада зашла на сайт лун и здесь написано подробная информация о том почему сейчас квартиры прочитали 1000 1100 долларов за квадратными однокомнатная квартира 49 500 тысяч долларов 2 комнатная шестьдесят семь тысяч долларов паркинги от 13 тысяч долларов вот такие вот квартиры здесь мы возле него находимся ну дома я так не сказал бы что они особо красивые простые прямоугольные в общем то через сто лет мы вряд ли будем ими гордиться как знаете вот те дома которые в центре киева их построили давно а мы ими до сих пор восхищаемся green side здесь два дома лада сейчас посмотрит сколько там стоит квадратный метр это дешевле 710 долларов за квадратный метр то есть однокомнатных двухкомнатных нету трехкомнатные от 61 тысячи коммерция от 44 900 но это ну это первый этаж и таком вот эти кладовки кладовки а тысяча четыреста пятьдесят а сколько там кладовки два метра до 2 до 6 метров кладовки друзья кто хочет себе приобрести кладовку это будет недорого а ну значит и green side он по сути дела уже распродал все квартиры кроме трехкомнатных и кладовок ну давайте еще бросим взгляд на весь этот район который называется благодатный этот жека из красного кирпича называется суворов насколько я знаю может его переименовали здесь садик такой симпатичный тоже из красного кирпича жилого пространства до и кроме того вот эти вот мертвые мертвые многоэтажки которые начали строиться а потом обанкротились но это не долгострой это вообще заброшки по сути дела потому что их никто не продолжает это была афера чья-то и аферисты собрали деньги с инвесторов с инвесторов и начали строительство потом бросили и смылись но это было уже много лет назад и теперь вот это вот некрасивое здание здесь стоит как памятник аферизму так сказать да в плане здесь удобно здесь и такие во очень близко здесь гораздо ближе чем допустим с нашего района и сму здесь буквально пять минут до академ городка на машине если выехал эти пробок нету ну единственный для меня минус это то что отсюда очень далеко добираться до до электрички добираться далеко здесь километра четыре пешком не пройдешь а может и пять даже а электричка это очень удобно поэтому здесь приходится только на маршрутке рассчитывать на машину ну а вот как ладно сказала машина и здесь хорошо давайте посмотрим во внутреннем дворе чехов парка что здесь сделали ну в общем то мне кажется уже законченный придомовая территория все закончено все уже сделано брусчатка лавочки небольшой сквер по центру да здесь стояли заборы сюда и зайти нельзя было я первый раз во внутреннем дворе нахожусь вот так квадратом построен дом со всех сторон защищен здесь никогда не будет ветра но возможно никогда и не будет солнца вот что тоже плохо солнце сегодня нет с этой стороны все таки есть открытое пространство и солнце вот например сейчас она светит отсюда поэтому я думаю в какое-то время дня сюда солнце попадает поэтому все в порядке теперь я предлагаю ладе все-таки пройти найти какую-то кофейню и попить там чего-нибудь полезного для организма возможно чаю возможно сок фреш какой-то ну и посмотрим еще раз на парк а вот только я не не уверен что мы здесь выйдем здесь калитка давайте проверим выйду ли я из этого жека вот без ключа какого-либо так здесь закрыта здесь открыто все лада мы можем выйти я вижу на окнах висят большие объявления продажи квартир ну номер телефона там люди уже вторичку перепродают так что кому нравится этот район кто все-таки мечтает купить себе квартиру в репине я был в принципе рекомендовал район очень хороший опять же парк лес инфраструктура вся вот здесь сельпо стоит тут буквально рядом впритык к чехов парку стоит большой супермаркет это очень удобно но только до электрички далеко и водоема тут нет никакого а так а так все хорошо ладоши перешла на черный юмор вот мы видим какое-то кафе и держим путь по направлению к нему ну я вижу здесь и прокат есть можно покататься на чем-нибудь на велосипедах на машинках для детей на трехколесных сколько стоит на прокат велосипед а машинка что почем то я могу рассказать вам это допустим 1 х 12 гривен они разные причины тут это 1 х 10 гривен самокаты там 1 х 10 гривен 1 х 100 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 так это наши кофе а это вот зефир в бутбукета цветов сладкий натуральный насное чего вы говорите я друзья хотел я накормить ладу предлагал ей шаурму купить но нет я шарму не хочу возможно вот такой малиновый чай с апельсинкой и тортик с курочкой сыром малиновый чай стоит 37 американо 35 и кусочек вот такого соленого пирога стоит 60 гривен все вместе 132 гривен но я думаю я наемся у нас а а и и и и и и друзья сегодня мы вам сняли немножко ирпеня по просьбе наших зрителей мы очень рады исполнять ваши просьбы но конечно же не всегда у нас это получается благодарим всех кто поддерживает нас материально желаем мира это самое главное и до встречи в следующих видео пока